В школе я вообще о рисовании почти не думал никогда. Я знал, что есть какие-то художники, что это такое понятие не имеет. Нам учитель рисования задал тему «Нарисуйте дома, что хотите». Но я нарисовал падение Тунгусского метеорита. Учитель настолько был поражен, что сказал, что я откуда-то стеблил. Это была высшая похвала. И с тех пор, я уж потом вспоминал, у меня какая-то тяга возникала к изображению катастроф. Но не то, что в каждой картине, но на каких-то переломных моментах я изображал самые разнообразные катастрофы. Мы связаны были с близкими людьми, которые были близки нам по духу, что ли. С точки зрения государства многие просто были хулиганами. Это был уход сознательный в каком плане, чтобы уйти вообще от этой бытовщины, которую мы просто терпеть не могли. Там и сериализм был, и абстракции. Мы вернулись, русские художники, к предмету, но совершенно с другой стороны, которого мы от себя тоже не ждали. Я почувствовал какой-то такой временной колодец, который уходит во времена, когда о человеке речи никакой не могло идти. Это связано с каким-то подсознательным чувством времени. Кастахи, он обладал даром проникновения какого-то. Он собрал большую у себя коллекцию тех, которые вообще никому не нужны были. Он открыл нас Европе и Америке. Человеку дано прожить это время. 70 лет, 80, ну 100 лет. По сравнению с бесконечностью. Это даже не миг, это микро-миг какой-то. Смерть побеждает жизнь. Вот в это я верю. А новые, нет, мне надо доделать сначала одну старую. Ее доделаю, а потом, да, потом вот новую. Совсем другого плана. Смерть побеждает жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...